Добрый вечер. Как всегда в это время объектив позиция в студии Юрия Борща. 28 декабря в галерее искусства слабожанщины состоится выставка «Резвянный подарунок слабожанщины». У нас в гостях куратор галереи Вера Лагутина, а также директор Первомайской детской школы искусств Наталья Евдокимова. Здравствуйте. Добрый вечер. Начинается у нас такое преддверие праздников новогодних, рождественских. И вот этот цикл «Резвянный подарунок слабожанщины» в прошлом году, насколько мы известно, была Будянская школа, которая презентовала свои работы своих воспитанников. В этом году Первомайская детская школа. Давайте немного истории самого этого праздника. Когда дарить начали вот эти вот рождество, эти подарки всем каковчанам? Это еще с 2012 года, собственно, когда мы с слабожанщиной начали работать как отдел областного центра культуры и искусства. И тогда вот мы начали сотрудничать с научно-методическим центром повышения квалификации работников эстетического цикла. И благодаря, собственно, этому центру начали делать такие вот интересные проекты. Вначале это были выставки просто областных школ преподавателей, только без учеников, только преподавателей. А летом мы делали выставки учеников. И решили прийти к новому формату, сделать рождественский подарок слабожанщины от одной определенной школы. Выставка учеников и преподавателей. Как вы уже сказали, в прошлом году это была Будянская школа, в этом году это Первомайская школа. Анатолия, прошу вас к слову, да, скажите, каким образом, как вообще был выбор школы? Это вы вызвались, либо на вас жеребье палы, или каким образом это происходило? На следующий год, в 2018 году, нашему художественному отделению будет 40 лет, юбилей. И поэтому было такое предложение от областного центра методического, что давайте проведем вашу выставку в школы педагогов и учащихся. Мы согласились. Это, конечно, тяжелый труд, но достойный. Скажите, вот это такой первый формат, когда и преподаватели, и ученики, они принимают участие в одном... Тут можно посмотреть, да, чем уже научили, собственно говоря, детей. Ну, для нашей школы, в принципе, да. Хотя в городе у нас проходили подобные выставки, где выставляли работы свои и педагоги, и учащихся. А в Харькове для нас такая вот честь выпала впервые. Чем будет дарить? Что будет дарить? Я понимаю, что массу позитивного настроения, но тематика только рождественская, либо вы, дети, рисовали, как вы темы выбирались? Это лучшие, это лучшие работы наших учащихся и работы педагогов. Значит, здесь будет много работ, больше 120, около 120 работ. Это будет большинство работ деток и педагогов. Тематика абсолютно разная. Разная техника исполнения работ. Вот это будет и композиции, и рисунок классический будет, потому что наша школа, в принципе, дает очень хорошую, сильную базу академического образования первоначального. Это ребята получают после нашей школы, поступают практически ежегодно в художественное училище Харьковское. Это у вас, я так понимаю, брошюра? Это уже, да, брошюра именно тех будет, картин, которые, каталог выставки. Вот давайте, вы будете показывать на камеру и так полистайте немножко. А вы 40 лет, да, исполняется в следующем году в школе, детская школа искусства. В художественном отделении. В художественном отделении, правильно, чтобы поправили. Ну, такой большой длительный путь. Кого у вас за это время удалось воспитать? Ну, у нас наши, кстати, выпускники работают, это наши же педагоги. Трое, вообще на художественном отделении у нас работает четверо педагогов. Очень хороший, такой потужный педагогический состав. Трое у наших выпускники и заведующий отделением Калиниченко Николай Владимирович, который был основателем художественной именно школы. А в 2000 году у нас произошло объединение музыкальной школы и художественной в школу искусств. Он также был 10 лет директором школы искусств. Сейчас заведующий отделением. Поэтому большой очень. У нас есть художники. А сколько деток вы обучаете? За вот этот период сейчас у нас на художественном отделении обучается 100 учащихся. За этот период вот 40 лет. За 1 мая, это со всего района получается? Ну, это же только художественное отделение. Художественное отделение. А музыкальное отделение еще есть тоже 180. Поэтому у нас контингент 280. Музыкальная школа, всегда хотели родители отдавать своих детей. А сейчас у нас идет бунно-художественная. Именно бум. Почему? Потому что большой же спектр поступления потом. Это и дизайн, наверное. Обязательно. У нас после нашей школы поступают сразу без всяких подготовительных курсов в Академию дизайна. Это все-таки большой уровень, и наши учащиеся всегда стоят призерами областных конкурсов. Сколько лет самому младшему ученику, который нарисовал и будет в экспозиции, будет представлена его работа? Восемь, наверное. Восемь, да. А что нарисовал по памяти? Не скажу. Не скажу. Потому что много работ. Да, больше старого, сколько вы сказали. А сколько техник разных. А техник было. Это будет и скульптура, и рельеф. Даже и скульптура. И ватенанка, живопись, графика, само собой. Кукольные куклы. И маски, и куклы. А вот что ватенанка? Вышовка, да? Ватенанка. Ватенанка – это вырезают. Вырезают, как бы, вы знаете, можно это сравнить со снежинкой, вот когда снежинку вырезают. Но только нам намного все сложнее, конечно же. Это отдельный вид народного искусства декоративно-прикладного, который, кстати говоря, у нас будет проходить в этом году на День независимости в виде очень серьезного конкурса. Это уже в следующем году. Да. А еще возвращаясь к году, который уходит, чем запомнился этот год? Если вы сказали, что работы собирались, например, на протяжении года, например, да, вот… Ну, лучшие работы, да. Чем год запомнился для Первомайской детской школы? Ну, наверное, тем, что все вы готовитесь усиленно к 40-летию, который будет в следующем году. В пользу случая приглашаю вас заранее с вашими учащимися, проведем программу, посвященную вашему юбилею. Спасибо. А если в 2017 году, вот какие самые знаменательные даты, что произошло? Ну, во-первых, наших трое учащихся стали стипендиатами стипендий Надея Слобожанщины. Это двое музыкантов, музыкальное отделение, один художник. Дальше у нас… Это очень серьезный конкурс всеукраинский Надея Слобожанщины, который проходит по всей Украине. Ну, и, в общем-то, стипендидиантами это очень серьезно. Да, то есть как там наша школа все время. Вот и в этом. И поэтому в этом году также вот прошел сейчас конкурс областной серьезный тоже учащихся младших классов ради светкрытия. И наши учащиеся заняли художественное отделение второе место, и дипломант стал мальчик. Поэтому у нас хорошие результаты. К выставке, если вернуться, которая пройдет, как подготовка сейчас в последние дни вот эти дни происходит? Пока что у нас еще идет выставка, посвященная Зинаиде Серебряковой, образ ребенка. Кстати говоря, тоже очень интересная выставка, и по 22 число включительно она будет экспонироваться, где представлено 70 авторов, около 120 работ, разные техники, но все объединено темой образ ребенка. Это, собственно, то, что любила писать Зинаида Серебрякова. Один из ее тем, скажем, в прошлом году это у нас была «Нюм» — «Обнаженная натура», в этом году детский образ, в следующем году это будет «Семейный портрет». Михаил Михайлович Карсиков, он идейный вдохновитель, один из идейных вдохновителей всех событий, которые связаны с Зинаидой Серебряковой. Он был на студии, рассказывал, но когда еще выставка не началась, вот вы уже, она уже сейчас идет, какие результаты, сколько интересов вызывало? У нас же проходят постоянные мероприятия, различные творческие встречи. Кстати говоря, 20 числа будет творческая встреча с авторами в 17.00, всех приглашаем, будем рады видеть. Ну, конечно, это всегда очень интересная выставка, это всегда много посетителей, это всегда, в общем-то, такие очень положительные отзывы. Действительно, если будет время, обязательно успейте зайти до 7.00. Вечером мы работаем в «Газпроме» нашей галереи, включительно по 22.00. А 28.00 в 2 часа дня, вот по 13.00, получается, число, у нас будет экспонироваться вот новая выставка Первой майской школы, будет зал преподавателей и зал детских работ. Нужно было сразу размещать, или не стоило, чтобы сразу одним глазом посмотрел на детские работы? Надо насытиться. А нужно по работе ученика узнать руку художника, учителя? Это зависит от преподавателя. Ну да, от индивидуальности, потому что, в принципе, если вот когда будут зрители смотреть картины, наши педагоги уже знают. Вы кто? И, конечно, у каждого есть свой стиль. У кого-то это более декоративный, у кого-то это более академический, потому что у нас действительно есть педагоги, которые, ну вот видно их. Кто-то больше специализируется по академическому рисунку, кто-то по композиции, кто-то по живописи. Кстати говоря, с преподавателями, авторами выставки Первой майской школы можно будет пообщаться 11 января. В 2 часа дня у нас будет творческая встреча, где тоже будет очень интересно. Ну, быть может, не столько и с преподавателем пообщаться захотят зрители, харьковчане, посетители выставки. И, быть может, с юными дарованиями, то есть, слово им дождите. Но мы будем приезжать все равно, конечно. Обязательно. Мы хотим привезти с собой тоже деток. Понятно, что это будет не все, но будет. Стараемся, работаем. Вера, я так думаю, что это в этом году, наверное, наша будет последняя встреча, быть может, в следующем году. Много у нас творческих планов. Мы всегда в нашем лице, вы видите, такого информационного партнера галереи искусства «Слобожанщина». Если подсуммировать год, который ушедший, насколько он был насыщен культурными событиями? А выставки, что для вас запомнилось больше всего? Он очень насыщенный, как, собственно, и последние, знаете, мы такой темп набрали за последние два года. И он все быстрее и быстрее становится. С одной стороны, это хорошо, извините. А с другой стороны, конечно, очень насыщенно. У нас начался новый цикл лекций. Репин – неизвестный художник Шила Александрович. У нас идет цикл лекций «Символизм священных текстов». У нас начался новый цикл встреч с психологом «Искусство быть здоровым». У нас идет, продолжается цикл лекций с Красиковой Михаилом Михайловичем, икс Либерис Михаилом Красикова. Не говоря уже о сменах экспозиции каждые две недели, о творческих встреч с каждым из авторов. Вот такая насыщенность, такая динамика. О чем он говорит? О том, что, вот о чем Наталья говорила, что, наверное, много интереса к искусству в последнее время возникает. То есть, вот каждые две недели новая экспозиция. Это же нужно чем-то, какими-то работами заполнять. Более того, у нас такой талантливый город и область. У нас столько авторов, что у меня вот сейчас авторы приходят, можно выставку, я говорю, но только 2019 год. 2018 уже все, уже запланирован. Уже 2018 год запланирован. Да, запланирован, уже 2019 очередь уже большая. То есть, действительно, у нас невероятно талантливая земля. Это факт. Времени в году не хватает. Это, к сожалению. Ну, чтобы все успеть, но такой последний вопрос, Антаря, к вам. А с чего начнется празднование 40-летия? Нас целый год растянете? Конечно, обязательно. Ну, вот первое, это вот у нас выставка. Это у нас такой первоначальный старт, да, хороший. Я думаю, надеюсь, что он будет удачным. А потом у нас будет и музыкальное отделение 50-летия. Это, как раз все в один год. То есть, всех с 1 мая, когда вы приезжаете в школу, да? Да, да. Будет, конечно, обязательно мероприятие. Спасибо большое за участие в нашей программе. Всем кроковчанам напоминаю, что с 28 декабря по 13 января пройдет выставка «Резвянный подарок слабожанщины». В этот раз свое искусство подарит кроковчанам воспитанники и преподаватели Первомайской детской школы искусств. У нас в гостях была Вера Лагутина, куратор галереи искусства «Слабожанщины», а также Анталия Евдокимова, директор Первомайской детской школы искусств. Я же прощаюсь с вами. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова